Годовым отчётом за 2022-й для группы ГАЗ можно считать осеннюю выставку BW Expo, где была представлена полная линейка пассажирской техники ГАЗ. Что касается планов на 2023-й, то их, учитывая окружающую действительность, приходится объявлять крайне осмотрительно. Но первая задача — это найти замену системе стабилизации марки Bosch, которая необходима машинам поколения NN. Кстати, об NN. Под самый занавес прошлого года дилеры получили первую партию новых Соболей. В продаже сейчас есть трёх- и двухместные фургоны полной массой 2,5 и 3,5 тонны, а также 3,5 тонны семиместный вариант. Впереди запуск чисто пассажирских исполнений, а также работы над бортовыми модификациями. А пока микроавтобусы, врезая окна, устанавливая обшивки и монтируя сиденья, делают некоторые доработчики. Но такие вены будут дороже заводских. Ну а фанаты внедорожных вылазок ждут внедрения полного привода. Инженеры нахваливают независимую переднюю подвеску, что спроектировано специально для полноприводных Соболей NN. Но её освоение состоится не раньше 2024 года. Производство новых турбодизелей, что скрываются под индексом Г-21, стартуют раньше. В основе 2,5-литрового мотора лежит агрегат китайской марки «Фотон». Он может отвечать эконормам от евро-2 до евро-6, а выдавать от 120 до 150 лошадиных сил. Также газ готовится расширить гамму выпускаемых грузовиков. Но этот пункт программы корпоративного развития газовцы стараются не комментировать вообще. Зато охотно раскрывают перспективы автобусной линейки. 10-метровый представитель перспективного семейства CityMax успел выйти на свой первый маршрут. Его, напомним, будет выпускать Павловский автобусный завод. А вот Ликинский конвейер загрузит выпуском более крупной 12-метровой машины, соответственно, названной CityMax 12. Кроме того, на шасси Валдая готовится полукапотник, для которого маркетологи сейчас подыскивают подходящее название. Выпускать модель, которая сейчас носит рабочее наименование в Алдай-Сити, будут на Павловском заводе. Ну и, похоже, с мёртвой точки сдвинулось направление электробусов. Во всяком случае, Мосгортранс должен начать тесты аккумуляторной «Газели» и «Сити», которую проектировали по заданию столичного перевозчика. В общем, похоже, что именно группа ГАЗ, над которой угроза санкций висела с 2018 года, оказалась готова ко всевозможным западным ограничениям лучше других. Хотя компании сейчас тоже непросто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова